Здравствуйте! В эфире новости АТН в студии Оксана Пилькина и в начале коротко о главных темах выпуска. Официальные результаты экспертизы в крови были опиаты. Виновник смертельного ДТП на Салтовке отправлен в СИЗО. У службовому кабинеті затримали лікаря-нарколога. Він одержав 2450 гривен неправомірної вигоди за проходження наркозалежним лікування. Еще один медик погорел на взятки, на чем наживался врач-нарколог. Думаю, может, кошку там поймали, разорвали. Такой вот крик был. Неестественный. Ни то женский, ни то кошачий, ни то непонятно что. Двойное убийство на ХТЗ. Неизвестный с ножом набросился на супругов. В чем причина жестокого нападения? А теперь подробнее. Водитель БМВ, надсмерть сбивший пешехода вечером субботы на Салтовке, арестован. Сегодня суд избрал меру пресечения. До окончания следствия подозреваемый помещен в СИЗО. Также следствие получило официальные результаты экспертизы. По заключению медиков, на момент совершения ДТП водитель БМВ находился под действием наркотиков. Авария произошла в субботу вечером около половины десятого. На улице гвардейцев Широнинцев на пешеходном переходе автомобиль БМВ сбил переходившего дорогу мужчину. От удара пострадавший погиб мгновенно. Сегодня из наркоцентра были получены официальные результаты экспертизы. По заключению медиков, на момент совершения ДТП водитель БМВ находился в состоянии наркотического опьянения. Врачи указали в скобочках опиаты. То есть он что-то употреблял, в состав которого входят опиаты. Что это, мы тоже не можем пока сказать. И я думаю, если он об этом не скажет, мы это не узнаем. А есть какое-то, не знаю, сильное опьянение, слабое? Нет, достаточно того, что он находился в состоянии наркотического опьянения, что запрещено правилами дорожного движения. Сегодня в суде решался вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Обвинение настаивало на содержании подстражей без права внесения залога. Человек находился в состоянии наркотического опьянения, двигался с очень большой скоростью. По показаниям свидетеля она составляет свыше 100 км в час. Вы все видели, каким последствиям это привело. Человека фактически разорвало на несколько частей. Поэтому все это мы учитывали. Поэтому обратились с таким ходатайством в суд. Адвокат подозреваемого просит избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, а именно домашний арест. Аргументы – его клиент не был судим, отсюда скрываться не собирается. Также у него есть 8-летняя дочь. Правда, вместе с ее матерью они не живут в разводе. Кроме того, по словам адвоката, подсудимый страдает рядом с заболеванием. То, что он болен предосматическим состоянием и нуждается в лечении, то, что он состоит на учете в кожевом диспансере по поводу аллергической реакции на лекарственные препараты, это суду должно быть известно из источника, который я предоставил. 27-летний подозреваемый свою вину признает лишь частично. Ничего мы не можем поведомить, и кроме того, что я желаю наркотичных засобов. В подозре вина написано все, а кроме того, что вы были под дею наркотичных засобов, я верно, сразумевался? Нет, еще и рухов все, судясь с швидкостью, в ближнем 600 км на дне. А какая, на вашу думку, была ваша? 65-70 км. После получаса совещания суд принимает решение. До окончания следствия подозреваемый будет находиться под стражей, не определяя размер залога. В первой статье на выданье следствие судя ухвалил клопотание за довольнение застосователей относно Цвирова Миколы Миколаевича. 14.10.88 года нарушение запобежный заход в виде держания под вартою в Харкевском следственном изоляторе УДПС в Украине в Харкевской области на 58 дней до 28 вересня 2016 года. Ухвала может быть осторожна. За нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, уголовным кодексом предусмотрено до 8 лет лишения свободы. Галина Шподарева, Олег Мартынюк, агентство телевидения новости. Двойное убийство в индустриальном районе. Сегодня утром неизвестный проник на территорию частного дома, где на пороге застал хозяина домовладения и его жену. В подробностях преступления разбиралась Оксана Нечипаренко. Громкий собачий лай и крики Мария услышала в начале восьмого утра, когда была у себя дома. Шум продолжался минут 15, но женщина не придала этому особого значения. Говорит, тут часто выгуливают собак. Думаю, может, кошку там поймали, разорвали. Такой вот крик был. Неестественный. Не то женский, не то кошачий, не то непонятно что. Но шум подняло непогибающее животное. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в соседнем доме по улице Франтишика Крала тело женщины и мужчины, хозяина и его жены. В частное домовладение, рассказывает женщина, злоумышленник попал через забор. Он залез, он видите, где стоит пенёк, перелез через забор, а он собирался жену везти на работу. И тут возле машины у него. Сначала он убил его, а потом жену. Убийца сильно порезал своих жертв, говорит Мария. Участи родственников избежать удалось сестре хозяина дома. Она успела увернуться от ударов убийцы и спряталась. Она же и вызвала правоохранителей. Теперь женщина находится в больнице с ножевыми ранениями. Состояние её тяжёлое. Был ли нападавший знаком со своими жертвами и каковы причины такого жестокого убийства, правоохранители пока не говорят. Ещё днём на мессе работали эксперты. Следственные действия продолжаются. Оксана Чапаренко, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. Ещё один медик погорел на взятке. Сегодня утром правоохранители задержали заведующего отделением Харьковской областной наркологической больницы. С самого утра в Харьковской областной наркологической больнице неспокойно. В кабинете заведующего третьим отделением правоохранители проводят обыск. Оперативники управления защитой экономики в Харьковской области вместе с работниками местной прокуратуры в служебном кабинете затримали лекаря-нарколога. Он держал 2450 гривен неправомерной выгоды за проходение наркозалежным леком. Известие о задержании заведения при получении взятки шокировало персонал больницы. Ведь за всё время работы этого человека в клинике никаких жалоб на него не поступало, уточнил главврач медучреждения Виктор Слюсарь. Кроме того, в кабинете медика нашли ещё порядка 13 тысяч гривен наличными. По статье о получении неправомерной выгоды правоохранителями возбуждено уголовное производство, уточнили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. Медику грозит до 10 лет лишения свободы из конфискации имущества. Веренмода Михаил Воронков, агентство телевидения новости. В Харькове началась реконструкция подстанции «Селекционная», которая питает несколько важных объектов города. По словам энергетиков, оборудование подстанции износилось, поэтому там стартовали ремонтные работы. Мощная подстанция «Селекционная» заработала в Харькове полвека назад. Энергообъект, отмечают в Харькову Бленерго, один из самых нагруженных в городе. Подстанция обеспечивает электричеством не только жилые дома двух районов Харькова, но также завод имени Малышева, международный аэропорт, трамвайно-троллейбусное управление и метрополитен. За время использования «Селекционной» оборудование подстанции сильно устарело, рассказывают энергетики, что могло привести к перебоям в подаче электричества тысячам потребителей. Поэтому на энергообъекте начаты масштабные ремонтные работы. Реконструкция будет заключаться в обновлении строительной части и части оборудования подстанции. Это позволит значительно улучшить надежность электроснабжения потребителей. Также подчеркивают в Облэнерго в этом году их специалистами усилена высоковольтная линия подстанции «Безлюдовка», которая питает важный стратегический объект – безлюдовские очистные сооружения. Мы закончили реконструкцию участка длиной около одного километра, заход двух линий 110 кВт на подстанцию «Безлюдовка» с заменой фундаментов, металлических и железобетонных опор, проводов и грозотроса. Плановая замена энергооборудования в «Безлюдовке» началась еще в прошлом году. Работу ремонтников усложняло то, что километровый участок находится на болотистой местности. Однако в данный момент, отмечают энергетики, реконструкция линии полностью завершена. Лариса Говина, агентство телевидения «Новости». И далее в региональном выпуске новостей вы увидите. Видел, что из окна моего валит дым. Я сначала думал, что это пожар. Быстро прибежал сюда, мне начали там ломать двери, потому что думали, что я внутри остался. Оказалось, рухнул потолок полностью. Из-за ремонта кровли на доме, хозяин одной из квартир остался без крыши над головой. Кто виноват и что делать? В ЖЭКе ждут техническое заключение, а парень скитается по соседям. Это травля животных, потому что так быстро развиваться клинические симптомы могут только при отравлении двумя видами ядов. Это тот же самый изонеазид, либо тубазид, так называемые таблетки, которые есть в свободной продаже. Травля собак на Алексеевке. Кто намеренно разбрасывает яд на площадке для выгула домашних любимцев? Без эксцессов и купания в фонтанах. Как харьковчане-десантники отмечают день аэромобильных войск? Подробности через несколько секунд. Хозяину квартиры по переулку Лопатинский, 4, на голову чуть не обрушилась крыша. Обращения в жилком сервис были безрезультатны. Рабочие, которые должны были проводить ремонтные работы, исчезли через две недели, успев снять с крыши металл. Сейчас из-за обвала молодому человеку просто негде жить. В воскресенье, рассказывает Родион, он планировал остаться дома, но потом выяснилось, что ему нужно на работу. Именно это, уверен парень, и спасло ему жизнь. Останься он в квартире, мог бы оказаться под завалами. В 4 часа где-то я проходил мимо, неся заказ, увидел, что из окна моего валит дым. Я сначала думал, что это пожар. Быстро прибежал сюда, мне начали там ломать двери, потому что думали, что я внутри остался. Оказалось, рухнул потолок полностью. По словам Родиона, две недели назад в доме начался долгожданный ремонт крыши. Жильцы неоднократно писали заявление по этому поводу в отделении жилком сервиса. Однако рабочие, рассказывают местные жители, успели только разобрать кровлю, сняли металл и исчезли. Ливни, обрушившиеся на Харьков на прошлой неделе, привели к тому, что потоки воды проникли на все этажи, а потолок верхнего промок до такой степени, что просто рухнул. Вчера вместо того, что пришел нехорошка, пришла ЖЭКа, мастер, который никакого отношения к этому не имеет, и пришла паспортистка. Кто пришел? А мы звонили на 1562, чтобы пришли люди, которые именно отношения имеют к этому, ко всему. Теперь рабочие из отделения жилком сервиса помогают разобрать завалы строительного мусора, превратившие квартиру в подобие свалки. Но объяснить, почему не закончили ремонт кровли, что, по всей видимости, и стало причиной обрушения потолка, в жилком сервисе не смогли. А вы знаете обязанности на участках? Какую крышу я могу ремонтировать, если у меня нет людей? Есть специализированные организации, которые выигрывают тендер на ремонт. В результате подтопления и обрушения потолка Родиону пришлось выбросить большую часть бытовой техники, в том числе холодильник и компьютер. На данный момент парню просто негде жить, поэтому он временно ютится у соседей. Вместе с соседями он потребовал от жилищников компенсации, однако те своей вины не признали. А вы обращайтесь, подавайте в суд, и вам будут возвращать убытки, если докажете, что мы в этом виноваты. На балансе жилком сервиса у нас же есть юристы. Я же не занимаюсь этим, девочки. Я констатирую факты. Вот слышите, я разговариваю по телефону, я бы написала везде докладные, я отправила фотографии. Для того, чтобы возместить убытки, жители дома намерены собрать подписи и направить документ на имя мэра и директора департамента жилком сервиса. Богдана Кужильная, Михаил Воронков, Агентство телевидения Новости. Травля собак на Алексеевке. За два дня погибло пять животных. Собачники и зоозащитники бьют тревогу, ведь все животные выгуливались их хозяевами на специально отведенных площадках. В тот день Иван Григорьевич, как обычно, вышел на утреннюю прогулку со своей любимицей Басей. Но уже через полчаса по возвращению домой у животного внезапно начались сильнейшие судороги, вспоминает пенсионер. Пришел домой, вот дом рядом тут. Покупали, помыли лапки, все вроде как нормально, ничего. Потом ни с того ни с сего она вырвала. И потом начали ее судороги такие, чтобы видели, это просто что-то ужас. Она горячая стала. Мы ничего не смогли, что-то делать, потому что не знаем, что делать. Я ее сразу в сумку и в поликлинику, в ветполиклинику. Однако и там помочь животному не смогли. Все попытки врачей, инъекции, капельницы не дали результата. Собака умерла на глазах у хозяина. На следующий день аналогичная ситуация повторилась с цверхшнауцером Екатерины по кличке Грейси. Мы прошлись по территории вот именно этой площадки, которая определена как площадка для выгула собак. Гуляли мы где-то в течение получаса. Собака, ну как обычная собака, носом в траву окуналась, скажем так. Мы вернулись домой. Так же, как Иван Григорьевич рассказывал, мы помылись, покушали. И где-то через, наверное, полчаса после того, как мы пришли домой, у нее начались судороги, началось неадекватное поведение. Она кидалась со стороны в стороны. Грейси тоже скоро умерла. В ветклинике констатировали. Причиной смерти и этой собаки стало отравление сильнейшими ядами. К нам в субботу утром в 9 часов поступило животное с цверхшнауцера с признаками острого отравления нервной формы. Была оказана необходимая вся помощь, но животное, к сожалению, погибло. Это травля животных, потому что так быстро развиваться клинические симптомы могут только при отравлении двумя видами ядов. Это тот же самый изонеозит, либо тубозит, так называемой таблетки, которая есть в свободной продаже. Владельцы погибших собак и другие собачники, чьи четыролапые постоянно гуляют на этой же площадке, обратились к защитникам и составили заявление в полицию. Погибло 5 владельческих собак. Еще были отравлены дополнительно, но они выжили, эти животные. Они выгуляны были в специально отведенном месте для этого, обозначенного знаком «выгул собак». И после этой прогулки, с праздницей буквально в полчаса, 40 минут, как раз по всем симптомам отравления, отравление и предположительное отравление зафиксированы были в трех клиниках. Хозяева умерших животных намерены добиться наказания неизвестного или неизвестных, которые, по их мнению, разбросали яд на площадке умышленно. В свою очередь, в Шурченковском отделе полиции сообщили, заявление и вся информация, поступившая по данному инциденту, уже находится в работе участкового. Будет проведена соответствующая проверка. Впрочем, это уже не первый случай травли собак на Алексеевке. В июне прошлого года, после прогулки на этой же площадке, за два дня тоже погибли четыре собаки. Их владельцы также составляли заявление в правоохранительные органы, но дело было закрыто ввиду отсутствия состава преступления, уточнили в полиции. Вилен Мода, Олег Мартынюк, агентство телевидения новости. День аэромобильных войск в Харькове проходит без эксцессов под девизом «Никто кроме нас». С крепкими мужчинами в тельняшках пообщались наши корреспонденты. 2 августа в Украине отмечается День аэромобильных войск, но сами десантники по привычке называют эту дату Днём десантника. Задача этого рода войск – активные боевые действия в тылу врага, поэтому их подготовка жесткая и сложная. Поэтому в десантных войсках служат только лучшие, а попасть туда мечтают многие. Что-то стереотип о пьяных и неадекватных десантниках. Мужчины в тельняшках говорят – таких единицы. И уверяют, в основном стараются отмечать свой праздник без нарушений правопорядка. Мы хотим, чтобы наши дети, наши знакомые, которые рядом стоят, не говорили быдло, которое попало в фонтаны и разбило кому-то морду. Нам самим обидно, когда кто-то что-то производит, и мы понимаем, что потом общественность. Мы можем десетировать себя нормально, а один будет вести себя нормально. Я честно хочу. А потом судить будет по нём. Нам это обидно. Мужчина с позывным «БИС» добавляет, что День десантника не празднуют, а отмечают. Ведь кроме веселья вспоминают ещё и погибших братьев десантников. Сегодня мы и отмечаем, и мы не празднуем, мы отмечаем. Мы поминаем всех друзей погибших. Но веселье и встреча с друзьями – всё-таки основная деталь для десантника. Поэтому грусти на лицах бойцов нет. Они общаются, отдыхают и славят десантные войска. Слава ДВ! Слава! 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 Полицейские, патрулирующие сад Шевченко, говорят, что по состоянию на 16.00 никаких нарушений зафиксировано не было. И День десантных войск, по крайней мере, на вверенной им территории, проходит достаточно мирно. Артур Рязанов, Олег Мартынюк, Агентство телевидения Новости. На этом у меня всё. Больше новостей на нашем сайте atn.ua. В студии работала Оксана Пилькина. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин